Всех приветствую, я Донис, и сегодня я бы хотел поговорить с вами об управлении видеоиграх, в частности в RDR 2. Те, кто смотрит мое прохождение, знают, как я критикую это самое управление. То есть перемещение у нас супер медленное. Нажимая shift, мы сразу очень быстро бежим, и постоянно приходится мучиться между этими режимами. Ладно, еще можно было бы, знаете, бежим, нажимаем опять shift, он опять медленно идет, но нет. Нет, разработчики из Rockstar считают, что все вокруг идиоты, они только умные, поэтому они эту опцию убрали. Мы shift нажимаем, он не перестает бежать. Ладно, я думаю, ну, наверное, все идеально на геймпедах, типа они специально заставляют людей консоли покупать, пересаживаться на них. Подключаю геймпед, и смотрите, что у нас такое. Стик. Максимально вперед стик. Я думаю, я, наверное, что-то не так сделал. Залаживаю управление, да, там несколько режимов есть. Но во всех мы оттягиваем стик вперед максимально, он еле плетется. Вот объясните мне, кому такая скорость перемещения надо? Чтобы побежать, надо X нажать, и он сразу быстро бежит. То есть все то же самое, что на клавиатуре. Никакого бонуса нету. И чтобы остановиться дальше, смотрите, это же проблема. То есть опять X нажимаем, он не останавливается. Можно поставить режим зажимать, постоянно держать X. Отпускаем-то, да, он медленнее идет. Но это, как я считаю, еще более неудобно. Или менее удобно. Короче, получается, со стиком мы имеем только возможность идти супер-медленно, либо супер-супер-пупер-медленно. Короче, ладно, про RDR все. Просто хотел сказать, что тут хреново, что на клавиатуре, что на геймпеде. Везде говноуправление отвратительное. Теперь про те мысли, на которые меня навело все это. Смотрите, в этой игре можно управлять одновременно. Блин, мышку не захватывает. Ну, правой рукой я вот мышкой управляю сейчас. То есть одновременно геймпедом управляем и мышкой. И, блин, именно перемещение охренительно удобно. Серьезно. Да, игра местами с ума сходит. То есть значки, смотрите, то с клавиатурой, то с геймпеда с ума сходит. Но, в общем, работает все идеально, без всяких там корочений. Я управляю, вот, пожалуйста, левая рука на стике, правая на мышке. И будь тут нормальное управление, как у всех вообще существующих в мире игр, удобное. То есть стиком можно быстрее бежать. Просто я очень много стиком управляю в Oculus'е, в VR'е. Там управление в основном стиком. Потому что в комнате не хватает места для перемещения. Там, как правило, чуть ли не до предела ты стиком бежишь. И в некоторых играх еще турбо-режим есть. Ты либо стик нажимаешь, либо какую-то клавишу дополнительную. Почему здесь так сделали? Коряво, я не понимаю. Ну ладно, к идее управления. То есть, смотрите, управляю я левой рукой на стик. Центральным пальцем, правой мышкой. И это удобно, я так побегал некоторое время. Просто не хватает клавиш вот этих вот всех дополнительных. И тут что я думаю? Если этот стик, желательно его уменьшить и перенести куда-то вот в район клавиши W, между W и S, например. Такие, между прочим, стики есть на клавиатурах ноутбуков Lenovo Dell. До сих пор еще выходят они. Наверное. Ну я встречал, пользовался. Управление курсором чуть менее удобное, чем тачпэдом. Но управление персонажем будет идеальное. Там фишка этого стика, что он практически не смещается. Там просто давишь на него. Как сосок. Вот если стики эти с сосками сравнивать, то те точно соски. Вот под клавишу W поставить этот сосок и управлять персонажем этим соском. Это было бы идеально. Я не понимаю, почему об этом никто еще не додумался. Вот связаться бы с какими-нибудь рейзерами, стилсириасами, да хотя бы с Блади там, не знаю. Они тоже иногда нововведения вводят. А здесь получается у нас и удобное управление персонажем, плавное, мягкое. И правая рука на мышке. Целиться можно. Блин, я сколько ни пытался на геймпеде играть. Целиться невозможно. Просто убитый геймплей. Если еще геймпед не убит об стенку. А тут получается левая рука прекрасно себя чувствует, управляет персонажем. И у нас куча дополнительных клавиш. И так, в принципе, тут много хорошо. А так у нас все освобождается. Понимаете, вот здесь вот стик. Клавиши D, A, S, они становятся клавишами для действия. Это просто прекрасно. И вообще у нас получается один палец центральный управляет персонажем движением. И четыре пальца сразу на клавишах. Это такая возможность для управления. Просто шикарно. Может кто-нибудь знает про такие гибридные системы управления? Про такие клавиатуры я ничего не нашел. Я знаю, что сейчас начинают постепенно аналоговые клавиши делать. То есть от силы нажатия скорость перемещения зависит. Не знаю. Я не уверен, что это так же удобно, как если поставить вот здесь вот стик. А может быть, знаете, даже клавишу W сделать стиком. То есть она такая же клавиша, но если ты на нее надавливаешь вперед немножко, то вперед движешься, назад, назад. То есть из клавиши прямо стик сделать. Но что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, это очень рабочая система. Вот потому что, смотрите. Вот попробуйте так, у кого есть и то, и другое. Геймпэд, клавиатура, мышка. Положите именно центральный палец. Я довольно много работал с такими ноутбуками, где вот здесь вот в середине этот сосок находится. Управлял даже специально, когда надо было с ними что-то сделать. Пользовался не тачпэдом, хотя он вроде бы чуть удобнее для меня был. Я специально пользовался этим соском. Знаете, привыкаешь, довольно удобно им пользоваться. Палец почти на месте лежит. Перемещения особого нету. Возможно, из-за этого мне так довольно удобно перемещаться. Вот в этом режиме. Подтратьте, даже если сразу вам неудобно, подтратьте какой-нибудь часок. Походите так. Знаете, я до такой степени себя комфортно стал чувствовать. Это просто офигительно. Это просто охренительно, знаете. Тотальный, идеальный контроль над персонажем. Я уже не задумываюсь и управляю. Я забываю про палец. При том, что это гигантский, огромный стик. И он имеет углы наклона, что неудобно. Тут еще, знаете, прикольно было бы, вот как стик на PlayStation Portable. Там он как бы на шарнире, что ли. То есть он только вверх-вниз двигается. Он не наклоняется вот так по углам. Только чисто вверх-вниз, вверх-вниз. Вот такой вот тоже тачпэд. Было бы удобнее. Но в любом случае, его поменьше надо сделать. Вот как, примерно, на Oculus. Видите, здесь маленький. Вот такого бы размера. Тачпэд. Как по мне вообще такой удобнее. Даже для большого пальца. Не знаю, может я привык в Oculus к нему. В общем, сжился с этим управлением. После него ни на геймпэде, не дай бог, управлять. Ни даже на клавиатуре не хочется. То есть вот это вот идеальное управление, понимаете? Идеальное, шикарное. То есть такой контроль над персонажем. Великолепно. Еще было управление тут правильное. Мне, кстати, друг сказал, который постоянно на геймпэдах играет, что это во всех Rockstar-овских играх такое дерьмо. И большинство людей оно раздражает. Даже тех, кто постоянно на геймпэдах играет. Почему Rockstar продолжает это делать, не знаю. Знаете, я никогда так тонко и прекрасно не чувствовал персонажа. От третьего лица. От первого там другое дело. Вот опять же еще бесит вот это. Я сейчас не двигаю мышкой, видите? Он сам поворачивается. Это из-за того, что они думают, ты ж не можешь камерой управлять. У тебя же там кривой стик под правой рукой. А у меня мышка, я могу управлять. Вот эти тоже автоуправление камерой убрать еще. Они бесят очень сильно. Но это просто кайф. Просто кайф блаженства. Шикарно. Как мне достать? Вот. Я и целиться могу, и управлять персонажем. Это ли не идеал? Только посмотрите. Look at that shit. Как комфортно, классно. Я прям не хочу останавливаться. Не могу. Вот оно, будущее игрового управления. Блин, банально. Вот этот вот прямо вырвать стик отсюда. Ну жалко. Такой геймпэд классный. Сюда воткнуть. И я бы прямо сейчас пошел играть так. И кайфовал бы. Ладно, все, что я хотел, я сказал. Но очень прошу вас высказать свои мысли по поводу всего этого. Потому что ничего подобного я ни от кого не слышал, не видел. Вот влить бы это в уши Рейзера, Стилсириаса, Лоджитека. Хотя они там закостенелые. Ну и других подобных компаний. Которые стремятся все-таки какие-то новшества вводить. Потому что вот это вот управление на геймпэдах, оно отвратительно. Оно убивает геймплей. Ну это ужасно. Вот целиться, управлять камерой стиком. Если бы это было удобно, то не было бы всяких автоподстроек, автодоводок, наводок. Вот играешь даже с мышкой и постоянно вот видишь, что тебя камеру поднаправляет. Это же бесит. С мышкой ничего этого не надо. То есть мышка продолжения прямо тебя. Ты не задумываясь, постоянно осматриваешься. А на стике, ох, как же это страшно ужасно. Да. Ладно, в общем всем спасибо. Все свободны. До встречи. Да. Нет. Снова. До встречи. Понял. Продолжение следует...